Сегодня у нас в меню будет острое мясное блюдо из свинины, а именно из свиной грудинки. Но начнем мы с того, что подготовим некоторые овощи, их будет совсем немного, а именно нам будет нужен лук, половина такой средней луковицы, зависит от того, насколько любите лук можно и больше, и чеснок 3-4 дольки нам будет с вами нужны. Первым делом мы нарезаем лук относительно тонкими полукольцами. В принципе, вы можете добавить еще какие-то овощи по вашему вкусу и выбору к этому блюду, например, капусту или еще что-то. Далее, чеснок я нарезаю сначала на тонкие кусочки и затем тонкой соломкой. После этого я его измельчаю ножом. Вы же можете просто сразу перемолоть его в блендере, то есть любым удобным вам образом измельчаете чеснок. Свиная грудинка у меня 250 грамм на 250-300 грамм, на 2-х человек будет достаточно для этого блюда. У меня в данном случае имеется кость, которую я срезаю, и в следующих видео покажу, для чего их можно использовать. А также в данном случае есть кожа на свиной грудинке, я ее срезаю, здесь вверху линк, что можно из нее приготовить. Вы же можете, в принципе, использовать и вместе с кожей готовить это блюдо. Теперь, как нам нужно будет нарезать мясо. Мы нарезаем его кусками среднего размера и толщиной где-то около 5 мм, плюс-минус, то есть относительно тонко. Теперь мы подготовим острый соус, сразу в какую-нибудь глубокую емкость, удобный для перемешивания. И использую я белый сахар, 2,5 столовые ложки, можно использовать коричневый сахар, можно использовать мед или сироп, то есть любой подсластитель по вашему вкусу и выбору. Затем добавляем красный молотый перец чили, 1,5 столовая ложка, как вы видите, это порошок мелкого помола. Затем добавляем прежде подготовленный измельченный чеснок, напоминаю, что у меня было 4 дольки, количество чеснока зависит от того, насколько вы его любите. Затем добавляем черный молотый перец, где-то 1,8 чайной ложки, черный перец добавляется по желанию, его можно пропустить. Затем кучу дяну строчили пасту, 1 столовая ложка, здесь вверху есть линк, как приготовить эту пасту самому дома. Затем добавляем мерин, рисовое вино, 2 столовые ложки, если его у вас нету, то его можно и пропустить, но с ним будет вкуснее. Также добавляем соевый соус, 4 столовые ложки и соль в блюд, добавлять уже не надо, соевый соус дает соленость. Теперь нам нужно все хорошо перемешать до однородности. И мы с вами получаем вот такой вот острый соус, обратите внимание на консистенцию, он достаточно жидкий, негустой. И в этот соус мы закладываем прежде нарезанное мясо. Теперь лучше и удобнее всего надеть кухонную перчатку и перемешать мясо с соусом руками. Мы перемешиваем хорошо, чтобы равномерно распределить соус среди мяса и далее мы маринуем его минимум 30 минут, но можно даже и один день. Тогда ставим его в холодильник и так оно гораздо лучше пропитается, но минимум 30 минут вполне достаточно. Затем нагреваем сковороду с растительным маслом, 1 столовая ложка и на нагретую с маслом сковороду выкладываем уже замаринованное мясо, распределяем его по сковороде и обжариваем его на среднесильном огне. То есть мясо у нас должно начать обжариваться и немного поменять свой цвет. Когда у нас мясо обжарится, мы его при этом несколько раз перемешиваем со стороны на сторону и затем накрываем крышкой и готовим на среднем огне. И таким образом под крышкой доводим мясо до желаемой степени готовности, то есть либо мы его хорошо протушиваем, либо он даже немного у нас слегка за это время поджарится. После этого, сразу подняв крышку, все перемешиваем, затем добавляем лук и уже опять все хорошо перемешиваем с луком и уже после этого готовим на среднем огне, периодически помешивая. Наша задача теперь довести лук до полуготовности, так как у нас мясо уже готово, доводим лук до полуготовности, так чтобы сохранил свой жевательный эффект. И, собственно говоря, все, наше нехитрое, достаточно быстрое, вкусное блюдо готово. Его можно подавать к столу. Перед подачей к столу можно еще посыпать обжаренные кунжетными семенами, будет нужна буквально щепотка. И все, наслаждаемся блюдом. Оно острое, поэтому его подают с белым отварным рисом к столу, чтобы сбалансировать блюдо. И, конечно, желательно с закусками тоже, чтобы сбалансировать остроту. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Здесь еще раз придем в способ приготовления и ингредиенты. Приятного вам аппетита! До аппетита!